Всем привет, дорогие друзья, на связи Александр Шкудун и в этом видео я хочу вам рассказать, как правильно покупать YouTube-каналы и стоит ли вообще это делать, потому что я вот, ну, лично видел множество примеров, когда люди желали купить тот или иной канал, отдавали за него очень много денег, а в итоге потом очень жалели, что они это сделали. Я не буду голословным, я просто покажу вам один пример. Есть паренек на YouTube, который недавно решил продать свой канал. Окей, у него было около 37 тысяч подписчиков, он его типа продал, он подскрывал все свои видео и, ну, наверное, продал, потому что там светится сейчас лицо другого человека. И что произошло с каналом? Смотрите, вот просто вот вместо тысячи слов. Смотрим канал. Здесь было 37 тысяч подписчиков, 105 загруженных видео. Канал, ну, достаточно имел хороший рейтинг на Social Blade, B-. У канала были определенные, смотрите, показатели неплохие. Но что произошло? Зрителей за последний месяц убавилось на 553 процента. И с канала начали отписываться люди, они начали уходить, количество просмотров значительно упало, 400, 1100, составило минус 3 миллиона просмотров на перспективу. Это убило канал. Ребята, это просто убило канал. Я просто хочу вам еще показать, например, свой канал Олег Шкудун. Ну, все его прекрасно знаете, кто не знает, подписывайтесь на канал, здесь будет очень много полезных видео. Ранее я записывал видео, сколько зарабатываю на YouTube с двух тысячах подписчиков. Также, как правильно покупать рекламу на YouTube. И сегодня такое, да, образовательное видео на тему, как правильно покупать каналы. И что вообще, нужно ли покупать канал в плане инвестирования, не знаю, в плане, чтобы сразу получить подписчиков, действовать дальше, да, двигаться по направлению роста канала и так далее. Простой пример, который я вам показал, свидетельствует о том, что не все каналы одинаково полезны, чтобы их покупать. Смотрите, мне тоже предлагали купить мой канал, на котором 2454 подписчиков по состоянию на сейчас, чтобы не быть голословным. Вот, ну, я скрою, от кого это поступило предложение. Ну, собственно, его фотографию. Смотрите, здравствуйте заинтересован покупкой вашего YouTube-канала Олег Шкудун. Возможно, ему будет интересна его продажа. Я говорю, предварительно предложить вам 350 долларов. Если же вас предложение не интересует, извините. Окей, 350 долларов он мне готов заплатить за мой канал, на котором 2454 подписчика, который по состоянию на сейчас приносит 38 долларов ежемесячно. То есть он предложил, ну, наверное, по Social Blade мой канал, увидел примерно, сколько я зарабатываю. Если вы откроете Social Blade, например, мы напишем Олег Шкудун здесь. Если это правильный человек, то он посчитал, сколько я в среднем зарабатываю на нем. То есть эту цифру мы умножаем примерно на 3. Ну, примерно, это по Украине. И получаем определенную циферку. Кстати, в последнее время YouTube начал очень-очень какие-то... Либо меняет алгоритмы, или в связи с сентябрем месяцем, началом, да, когда все дети идут в школу, количество просмотров, оно падает. Я не знаю, с чем это связано. Было нормально, больше тысячи, до двух тысяч доходило просмотров. Это бани-бах, немножечко свалилось по просмотрам. Не знаю, может, со временем это все стабилизируется. Я уверен просто в этом. Потому что количество подписчиков добавляется, и рост канала хороший. То есть 41 тысяча просмотров в месяц, 158 подписчиков за последний месяц. И эта цифра увеличилась на 20%, а на 4% выросли просмотры. То есть хорошие показатели. И паренек, видимо, решив, что, смотрите, прикольный канал, надо его купить. Но, ребята, прежде чем покупать канал, убедитесь, что это не персональный проект. Потому что те люди, которые на нас подписываются, на меня в частности, им интересна моя жизнь, им интересно то, что я рассказываю, и они подписываются на меня. Они не подписываются на канал, они подписываются на человека. И в этом большая ошибка тех, кто хочет покупать другие каналы. Потому что они покупают канал в надежде, что количество подписчиков будет только расти на нем. Ребята, нет, если вы купили канал и будете снимать всякую дичь, от вас отпишутся. Если вы будете снимать другой контент, собственно, вы будете снимать контент на другую аудиторию, не на ту, которая была на этом канале, от вас начнут отписываться, как произошло с этим каналом. Я его уже закрыл. Короче, суть в том, что с этого канала начали просто уходить подписчики. Потому что, во-первых, новых роликов не появляется, канал видно, что он продал кому-то другому. И что будет там за контент, а фиг его знает. И поэтому люди отписываются, им неинтересен тот, который придет на этот канал. Возвращаемся на этот канал. Смотрите, отписки пошли и дикие отписки. Просто. То есть людям неинтересно. Даже если тут будет бомбовый контент, я уверен, аудитория будет уменьшаться, и канал не выстрелит. Может, там со временем, чтобы завоевать доверие, людей, зрителей, что-то изменится. Но покуда я вижу только отписки, и это огромный минус того, который купил, потратил свои деньги и не получил в итоге ничего. Так не нужно делать. Ребята, прежде чем покупать канал, убедитесь, что это не персональный проект. Покупать персональный проект себе дороже. Я это не рекомендую делать. Покупать можно такие каналы, как, например, «Сливки Шоу». То есть он не завязан на конкретную личность. Он, прежде всего, ориентирован на контент, который доступен широкой публике. Какие еще каналы можно покупать? Каналы можно покупать такие, которые рассказывают обо всяких там топах, например, топ-10 лучших вещей в мире, топ-10 лучших комедий, допустим, да, например. Вот, топ-10 фильмов. Есть канал. Он ориентирован на офигенную широкую аудиторию. 300 тысяч человек подписано. И он так и называется – топ-фильмов. То есть он не привязан к конкретной личности, и любой может снимать контент на этом канале, и он зайдет. Он 100% зайдет. Тут у них по 9 тысяч, по 13, по 7 тысяч просмотров. Ну, это неплохо – 35 тысяч просмотров. Он заточен под фильмы. Это узкоспециализированный канал, на котором можно заработать, если его перекупить и продолжать пилить фильмы. Понимаете, в чем тут фишка? Вот. Так что я вам настоятельно просто рекомендую покупать… Если вы покупаете канал исключительно вот такого формата каналов. Другие каналы вам нет смысла покупать, потому что, если это авторские проекты, как мой канал, вам просто его нет смысла покупать. Те люди, которые на меня подписаны, они, как говорится, и уйдут вместе со мной. То есть пропаду с YouTube я, пропадут и мои зрители. Ну, вот топ-фильмов, например. Или там, не знаю, еще 10 лучших песен. Песенный канал, там, музыка, Russian Music, или там еще каналы, которые не привязаны под конкретных людей. А если вы будете ориентироваться исключительно на авторские проекты, не советую. Вот чисто не советую. Для того, чтобы сэкономить свои деньги, рассматривайте другие каналы. Очень важный момент. Аудитория канала. Какие ролики на канале? Количество просмотров на роликах, потому что цифра может быть накручена. Я об этом рассказывал уже в видео, как правильно покупать рекламу. В этом видео я рассказывал, в чем заключается большая ошибка заказчиков. Повторю очень коротко. Большая ошибка заказчиков – это ориентироваться на количество подписчиков. Это в корне неправильно. Вот. Думаю, теперь все понятно. И я, полагаю, донес вам информацию основную, которую вам необходимо знать перед тем, как делать любые телодвижения, любые телодвижения по какому-нибудь каналу. Поймите, что покупка YouTube-каналов – это очень серьезное дело. И к ней нужно подходить взвешен. Опять же, я рассказывал, как инвестировать в YouTube-каналы. Почитайте статью мою. Допустим, в шкудуну вбиваем, как инвестировать в YouTube-каналы. Вбиваем в поиски, стоит ли инвестировать первая статья в Google. Я писал статью, целую статью, стоит ли инвестировать в YouTube-канал, плюсы и минусы YouTube-инвестирования, где четко тоже по полочкам все это раскладывал. Почитайте, шкудун.com.ua мой сайт. Это и ряд других статей, которые помогут, просто помогут вам в сфере YouTube. Если у вас еще какие-то вопросы остались, если вам необходимо проанализировать канал перед его покупкой, если вам необходима дополнительная консультация, моя, как YouTube-специалиста, можете написать мне на почту, можете в комментариях что-то написать, ссылочки на свои каналы, я посмотрю, или на те каналы, которые вы хотите купить. Я это все проанализирую, даже вам отдам какой-то фидбэк в комментарии. Стоит, не стоит, какие есть плюсы и минусы. Спасибо, друзья, за то, что были со мной в этом видео. Подписывайтесь, лайк, комментарий, естественно. С вами был Александр Шкудун. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова